МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Люди добрые, я старею и достаточно резко организм дает сбой. Мне трудно дышать, трудно ходить, но я еще жива и должна жить ради маленьких детей. Я все равно последние дни своей жизни буду думать о детях и о вас, которые своими аплодисментами делали мою жизнь насыщенной и прекрасной. Услышьте меня и поймите с одного раза. Примадонна подтверждает, это написала она. Вы видели, что за вас кто-то написал, что я больная или старая женщина? Почему за меня? Это я писала. А что вас натолкнуло просто интересно? Правда. А что такого? Я написала правду. Какие обстоятельства вынудили Аллу Пугачеву обратиться к поклонникам с последним словом? Почему она так открыто заговорила о стремительной старости? Какой диагноз заставил Примадонну задуматься о последних днях жизни? Об этом совсем скоро. А пока муж Наташи Королевой устроил оргию. На кадрах этого любительского видео Тарзан в привычной для себя униформе простыне на голое тело работает на закрытой вечеринке в Волгодонске. Женщины пищат от восторга. Гладят обнаженного мужа Королевой за все, что под руки попадется. А стриптизер выхватывает из толпы девушку и на глазах у сотен зрителей имитирует с ней половой акт. Избранница Тарзана пытается уползти, но стриптизер настигает ее сзади. После такой оргии имя 48-летнего мужа Королевой не сходит с газетных полос. Куда смотрит Королева? Голый Тарзан изнасиловал фанатку. Стриптизер Тарзан устроил полное погружение со зрительницей в Волгодонске. Участницы оргии с Тарзаном горой стоят за стриптизера. Женщины Волгодонска ждут, не дождутся, когда муж Наташи Королевой приедет к ним снова. Вот эта шумиха разгорелась просто. 80% женщин, наверное, как выяснилось, от слова падают в обморок, вот реально. А вот эти высказывания... Да он старый, альфа-недожеребец. Вы идите на своих мужей, посмотрите на 30-летних, у которых животы уже висят до колен. Вы что вообще, что ли? Это великолепный Тарзан, который в свои 50 выглядит так, что фору даст 25-летнему. У него, извиняюсь, такая хрюпа, которая нет ни у одной девочки в городе Волгодонске. Наташа Королева подтверждает, она тоже завидует пятой точке своего мужа. А второй такой не сыскать во всем шоу-бизнесе. И вообще ее Тарзан идеален со всех сторон. Это смысл его жизни. Он всегда хорошо выглядит. И ему нравится хорошо выглядеть и чувствовать себя при этом очень хорошо. Вот и все. Как вы способствуете такой прекрасной теме? Нет, он это делает все самостоятельно. Наоборот, я расслабляющий элемент. Но он молодец, у него кремень. Это я могу согрешить с пирожком или с вареником. Ведущий оргии с участием Тарзана подтверждает, женщины слетались на мужа Наташи Королевой как челы на мед. И все по доброй воле вешались ему на шею. Я видел лично, как одна из девушек Сергея поцеловала в губы, поцеловала его в трусы, да, в интимное место. Ну, я думаю, что девушки, конечно же, очень сильно ждали появления Сергея. Правда, ни одной из участниц оргии так и не удалось уединиться с мужем Королевой в ВИП-кабинке. Стриптизер отработал положенный гонорар и укатил домой. А согласно информации на сайте концертных агентств, за один такой вечер Сергей Глушко получает от 5 тысяч евро. А это 350 тысяч рублей. В ресторане, где мы работали, очень хорошая служба безопасности. И Сергею, наверное, повезло. И не повезло тем девушкам, да, потому что они не смогли прорваться в гримерку и, в общем-то, за кулисы. Вот. Возможно, возможно, я этого не заметил. А коллеги Королевой в шоке от увиденного. О, Господи! Они обычно видят Тарзана одетым, а тут такое тело во всей красе и действии. И как на это реагирует Наташа Королева? Ведь ее мужа трогают все, кому не лень. Не, ну, каждый из себя выбирает, наверное, то, что ему нравится. Ну, уж так можно это обсуждать или осуждать, или еще давать советы. Я кто? Эксперт какой-то, что ли, в этих вопросах. Ну, на вкус и цвет товарищей нет. Тарзан и Наташа не живут, но, тем не менее, столько лет вместе. У них уже взрослый ребенок, уже огромный сын. Поэтому каждый себя по творчески проявляет, как он может. Чтобы начать смотреть мужской стриптиз, надо минимум выпить сначала три рюмки. И потом ты уже как-то начинаешь, ну, видеть, что ли, там, какие-то пердичные половые признаки. Потому что, в принципе, плечи есть, попа есть. А *** не очень. Ну, знаете, кто на что учился и кто что выбирает, слава богу, что у меня муж совсем далек от таких профессий, наверное. Я бы так бы точно не смогла бы, не хотела бы. И надеюсь, что никогда Женечка не будет. Наташа Королева парирует. Мой супруг кем является по даже не профессии, а по своему как бы увлечению? Кем? Артистом стриптиза. Что такое стриптиз? И уверяет, разводиться из-за оргии, которую устроил ее муж в Волгодонске, не намерена. Ведь то, что Тарзан скрывает под простыней, видит только она. Слушайте, я живу с мужем 17 лет. Я уже давно ни на что не реагирую, друзья мои. Любовь Успенская подает в суд на бортпроводницу и командир экипажа, которые не пустили ее в самолет. Королева Шансона сейчас гастролирует по стране, но в минувшую пятницу ее концерт в Омске оказался под угрозой срыва. Успенскую сняли с рейса. А причиной ее любимый Йорк Фрэнки Джуниор. Певица несла его в руках, а должна была в переноске. На что и указали сотрудники авиакомпании. По телефону Любовь Успенская в красках описывает случившееся. И говорит, почему собачка без переноски? Я объясняю, что у нас переноска, вот она, в ней вещи. Вот она, показывает. В итоге она меня не пустила, она так вот перекрыла. Я сказала, что я не хочу, чтобы она меня обслуживала. И на этом она решила возомнить себя кем? Пупом земли или кто? И решить судьбу всего-всего-всего. Она подходит и говорит, командир корабля желает, чтобы вылетели на полете. Я говорю, это на каком основании? Я что нарушила? Успенская объясняет. У нее воспалились глаза, и в собачью переноску она положила аптечку и другие личные вещи. Но стюардесса не захотела войти в ее положение. В результате королеву Шансона под белые рученьки выводил из самолета наряд полиции. Я же знала, что они высадят всех пассажиров, детей, заставят людей с самолета, обыскивать багажи. Я повернулась и вышла из самолета, этот, который все устроила, в голову даже не брала. Что она имеет дело с артистом, который едет на гастроли, который срывает тур, подставляет все города, людей. Сотрудники авиакомпании уверяют, экипаж самолета прекрасно понял, с кем имеет дело. Ну, я думаю, они ее узнали, конечно. И эта Любовь Успенская вела себя некорректно и любым путем пыталась проникнуть на борт самолета, нарушая установленные правила, из-за чего были трейсы задержали на час. Любовь Успенская в этот момент оттолкнула бортпроводника и попыталась проследовать салон самолета. После этого командир воздушного судна принял решение отстранить Любовь Успенскую. У нас по данному инциденту есть свидетельские показания. Эти показания от трех пассажиров, которые подтвердили факт того, что Любовь Успенская оттолкнула нашего бортпроводника и, соответственно, вела себя некорректно. Есть четкое ограничение. Пассажир должен провозить своего домашнего питомца, своего любимца в сумки-переноски либо в контейнер специальный. А ведь про большую и чистую Любовь Успенской к своему питомцу знает весь шоу-бизнес. Йоркширский интерьер Фрэнки Джуниор для певицы как ребенок. Она ласково называет его сыночком и не может прожить без Джуниора и дня. Когда он сломал лапу, певица лично кормила его с ложечки козьим творогом. Умничка так не любит творог, а ему надо, потому что у него был перелом ножки. И вот он кушает только с ложечки. И только, когда его мама кормит. Давай, покажи, как ты кушаешь. Давай. Ой, хорошая мать. А он упал с кровати, случайно заигрался, запрыгал и не заметил границы. Вот и на гастроли своего четвероногого друга королева Шансона берет часто. Успенская уверяет, у ее собаки прекрасные манеры и в самолетах он ведет себя прилично. Уже три раза был в Испании, он был уже в Австрии два раза, то есть уже налетался. Как всегда, вот со мной должен быть мой ангел-хранитель. Трепетное отношение певицы к Джуниору перешло от его предшественника Йорка Фрэнки. 14 лет пес прожил с Успенской под одной крышей и тоже как сыр в масле катался. У него была своя комната, ванная, гардероб и даже личный повар. Все это перешло по наследству Фрэнки Джуниору. Сынок, мой сынок, мама дома. Вот любовь Успенская обиделась не только за себя, но и за своего верного друга. Но извинений королева Шансона так и не дождалась. Сотрудники авиакомпании уверены в своей проводе и предупреждают певицу. Если она еще раз попробует пробраться на борт самолета со своим Фрэнки под мышкой, ее могут занести в черный список. Черные списки пока еще не действуют, поэтому авиакомпания не имеет права отказать ей в перевозке. Но как только черные списки будут введены, авиакомпания в полной мере будет отказывать этим пассажирам в перевозке. Эти пассажиры попадут в черный список. А королева Шансона обещает, она этого так не оставит. И уже подключила адвоката, чтобы наказать стюардессу и командира экипажа. Вы, в общем, будете подавать в суд? Собираюсь. Нет, я буду, я пока с адвокатом не дам. И мне теперь садитесь. Алла Пугачева заявляет, она не может ходить, ей трудно дышать. Певица стареет, причем достаточно резко. Это я писала. Что вас натолкнуло просто интересно? Правда. А что такое? Я написала правду. То, что со здоровьем Примадонны творится неладное, многие заметили неделю назад. Пугачева с супругом Максимом Галкиным появилась на избирательном участке в Звенигороде, сама не своя. Изможденный вид, синяки под глазами не скрывал, даже макияж в розовых тонах. Хотя певица улыбалась и вспоминала свои первые выборы. У меня с детства это осталось. Такие пирожки вкусные с кофе давали. А первый старый выбор помните? Это я про них и говорю. Детям очень нравились выборы. А прямо во время интервью Примадонна просила присесть. Пойдем, сядем куда-нибудь. Пройдемте. Галкин поддерживал супругу за плечи, а окружающие, увидев состояние Пугачевой, желали ей на все лады здоровья. Куда я иду? Идем. Здоровья. 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 Скандально известный Гаген Солнцев подал заявление в ЗАГС вот с этой женщиной старше его в два раза. Я, конечно, немножко волнуюсь. Сейчас решается моя судьба. Она уже решилась. Она уже решилась. Да, вот она стоит рядом со мной, моя судьба. Мы провели собственное расследование и выяснили, как шоумен турит всю страну. Гаген Солнцев уверяет, уже год он живет в этом роскошном двухэтажном особняке в 10 километрах от Москвы. А владеет этой элитной недвижимостью якобы его невеста бизнес-вумен, 62-летняя Екатерина. Я брала за миллион евро, ну, это было пять лет назад. Здесь, собственно, была просто бетонная коробка. Дом не стоил. Ну, и столько же было вложено в строительство. В доме площадью 280 квадратных метров и картины из рыбьей кожи. Картина стоит очень дорого. Эти мне в 5000 евро обошлись две картины. И мрамор. Это итальянский мрамор. Мне вообще нравится, как итальянцы оформляют интерьеры, поэтому у меня здесь много итальянского. И собственный птичник с фазанами и перепелками. Серебристый фазанчик наш. В конце концов фазанов тоже едят. Но странно, что рядом со всей этой роскошью соседствуют шампуни за 100 рублей. На кухне нет дорогой бытовой техники. В гардеробе молодых только концертные костюмы и платья, как будто взятые на прокат. И только одна совместная фотография Гогена и его якобы невесты. Особняк выглядит нежилым. Как будто его готовят на продажу или для сдачи в аренду. Хотя шоумен уверяет, его невеста-миллионерша предпочитает минимализм. Поэтому в доме так хусто. Всегда очень все чисто, уютно, минималистически. Я не могу сказать, что у меня прям минималистически все как раз наоборот. У предполагаемой невесты Гогена манера аристократки не дать не взять английской леди. Строгое платье, кукли, дорогая ювелирка. Между прочим, пирожное у нас срочная работа. Знакомый кондитер делает. Из экологически чистых продуктов. Бизнес-вумен рассказывает, она владелица нескольких издательств. Помимо особняка у нее есть элитная недвижимость в Москве. А свои миллионы она вкладывает в творчество шоумена. О ней познакомились в театре, куда Екатерина забрела на спектакль. Сколько Илья не сказал мне сразу, пойдите вон, то я считаю, что я пришлась ко двору. Ну что ты, скажи, что ты заплатила или профинансировала спектакль. Ты вокруг-то около-то пляжишь, а? Я чувствую, что ты прям хочешь это сказать. Не надо говорить об этом такими словами. Ну почему? Ну да, я предложила финансовую помощь, это правда. А мы находим лжемиллионершу Екатерину в базе актрис. Ее можно нанять за 500 рублей за смену. Вот и режиссер театра, где подрабатывает якобы невеста Гогена, подтверждает, это их актриса. И хотя у женщины нет профессионального образования, она легко вживается в любую роль. Катя Львовна, вот барышня, которая посередине, 5-6 лет назад, начала с вословок. Ну просто человек, очевидно, всю жизнь ждал этого момента, когда оно все схлестнется вот в одном. Я не знаю, наверное, так. Ну такие часа бывают. Родная мать Гогена Солнцева переживает. Ее сын совсем заврался. Уже не знает, как заработать, вот и придумал весь этот спектакль в надежде, что его пригласят на скандальные ток-шоу за бешеные гонорары. Еще бы такая жареная тема. Альфонс Гоген женится на пожилой миллионерши. Если мое мнение считать, я думаю, что да, из-за денег. Вы знаете, ради пиара, это мое мнение. Мать Гогена не общается с сыном-скандалистом. Пару лет назад она требовала с него алименты на свое содержание, пенсионерка живет в проголодь, у нее больное сердце, а шоумена, как с гуся вода. А теперь ее непутевый сын, видимо, потратил последние деньги на эту постановку, а самому нечем даже за коммуналку заплатить. На сайте судебных приставов у Гогена Солнцевой висит долг почти 100 тысяч рублей. Вы сейчас плачете из-за чего? Обидно мне. Мне просто обидно именно за него. Нисколько за себя, за него. Спектакль окончен, но Гоген с лженевестой продолжают играть на публику. И приглашают на свою свадьбу знаменитых друзей с дорогими подарками. А мать Гогена обращается к сыну и просит взяться за ум. Ведь если у сына так плохи дела, можно устроиться менеджером или курьером на худой конец. Я считаю, что это ненормальный звук по ФАСИ. Теща Вадима Казаченко обвиняет певца в мошенничестве. Это большая компания по отъему денег у моей семьи. Добротный двухэтажный дом на двоих хозяев, забор из деревянного штокетника. Здесь, в подмосковных Люберцах, живет бывшая жена Вадима Казаченко Ольга с сыном Филиппом и родителями. Их соседи рассказывают, все бы ничего, но в районе нет мусорных контейнеров. А с канализацией вообще большая беда. Кто нам копать? Конечно, кто нам копать. Ну, под дорогой. А у вас как вода получается? То есть колонка? Вода центральная. Только канализация. Только канализация. А теща Казаченко уверяет, это благодаря знаменитому зятю они живут в таких райских условиях. Ведь певец в свое время уговорил ее продать элитную квартиру в Москве, чтобы вложить деньги в дом на Рублевке, на который теперь еще и претендует. Вот этот двухэтажный недострой из пеноблоков. Меня уговорил Вадим продать мою квартиру, которая стоила на тот момент полмиллиона долларов. Он настаивал на этом. Он доказывал то, что семья будет существовать. Прекрасно, что Ольгу очень любит. Я была очень против продажи. Я требовала оформить на меня эту долю, вот этот дом. Но Ольга так безграниченно доверяла Вадиму, что оформили это на нее. В результате произошла сделка. Одновременно договор купли-продажи квартиры и дома. Теща Казаченко хочет спросить у зятя, и куда он делал остаток средств. Ведь на вырученные от ее квартиры деньги можно было купить два дома, а то и готовый особняк. Еще у Ольги осталась часть денег, которые тоже были переданы Вадиму. Никаких сложений Вадима там не было. У Вадима Казаченко от подобной наглости глаза лезут на лоб. Господи, почему же раньше не сказали? Полмиллиона долларов. Как это милость. Казаченко вспоминает. Да, было дело, он говорил с тещей о продаже ее квартиры в Москве, но сделать это его заставила на тот момент жена Ольга. А он, как любящий человек, поддался уговорам. Да, я поговорил один раз с Натальей Алексеевной, чтобы она пошла навстречу дочери, раз она уж так этого просит. Дом вы вместе выбирали? Я ничего не выбирал, Света. То есть вы как-то... Такие, поймите, в этой так называемой семье нашей, да, все решения принимали женщины тогда. Да, вот я повторяю, мы зарегистрировали брак, но совместной жизни и семьи не было. Они занимались своими вопросами, какими-то арендами квартир, там, перепродажей квартир, еще там. Я не выбирал никаких домов, и меня поставили потом перед фактом. Вадим Казаченко уверяет, он работал за двоих и постоянно перечислял деньги к гостевой жене. Только так и не иначе теперь называет певец свою бывшую. А куда шли его миллионы, он даже и не спрашивал. Летом 15-го года я еще и помогал перестраивать этот дом, вкладывал туда деньги. Сегодня Ольга говорит, что я вообще не имею к этому отношения. Но нет, это мои средства. Я ездил на работу регулярно, я отдавал все, что мог. Именно я финансировал перестройку этого дома. Там была коробка. Ни кто его не строил. Там на участке стояла коробка. Да, я туда приехал. Да, я ужаснулся этому всему. Тещи Казаченко даже смешно вспоминать суммы, которыми баловал ее дочь, знаменитый зять. На такие копейки уж точно дом не построишь. Вот им и пришлось заморозить стройку. Самим бы прожить. Эти суммы выглядели так. На самом деле я могу потом послать вот эти вот, так сказать, материалы. 2 777 рублей. 7 888 рублей. 20 291 рублей. Вот такими суммами. Вот такие вот полоски за каждый месяц. Он переводил ей деньги на хозяйство. Причем Ольга не просто, так сказать, она советовала, знаете, как сейчас. Она посылала фотографии. Вот это вот покупаем, да. Он, так сказать, смотрел и переводил деньги. А это уже он на дом, оказывается, ей переводил. Я кормил всю семью, оказывается. Я содержал всю семью. И теперь я стал гадом, который не дает никому жить. Боже мой, какой кошмар. Мои седины. Думал ли я, что доживу до этого? Казаченко понимает тещу. Она так поступает от безысходности. Ведь в документах по купле-продаже черным по белому написано. Недострой на Рублевке был куплен 9 апреля 2015 года. А квартиру его теща продала пятью днями позднее. Вот и на дом певец пока не претендует. Ведь сейчас идут судебные слушания по поводу сделки, которую совершил его теща. Она тяжком переписала дом и два земельных участка на свою пожилую маму, чтобы оставить некогда любимого зятя с носом. На бабушке был переписан автомобиль, который я благополучно... Кредит за который я благополучно выплатил, так сказать, за несколько лет. Вот. Недоплатил целый месяц, по-моему, я. Деньги кончились. Ну, а вы хотите все-таки дом или какую-то сумму, чтобы она вернула от этого дома? Светлана, я думаю, что все вопросы должны решаться по мере поступления. Сегодня разбирается вопрос о том, законной была эта сделка по передаче этого имущества или нет. Дальше мы посмотрим. Все решения, все будет зависеть от решения суда. Теща Казаченко и не скрывает. Она подстраховывала дочь, чтобы та не осталась с голой пятой точкой. Ведь Ольга была беременна, а певец со своей новой женой Ириной Аманте уже объявили, что брак ее дочери фиктивный. Я не нашла ничего другого, как, грубо говоря, да, перевести это все на бабушку. Потому что Ольга беременна, она в отделении патологии беременных находилась. Мне юристы разъяснили, что Ольга не состояла на тот момент бракиста, зачем-то так выяснилось. Я приложу это решение, я собрала бумаги, подготовила юристы договоры, сдала их в Росреестр. Поэтому все это на тот момент было законно. Знак был, брак был признан недействительным с момента его заключения. У кого я могла на тот момент взять разрешение, если Вадим сам не признавал себя законным супругом Ольги? А Вадим Казаченко уверен, его теща и гостевая жена еще не раз обвинят его во всех смертных грехах. Ведь пока суды принимают решение не в их пользу. Ольга уже должна выплатить бывшему мужу 1 миллион рублей за незаконное обогащение, плюс женщина рассчитывала на алименты в размере 90 тысяч рублей, а получила в три раза меньше. Певец не сомневается, что и сделка по дому будет признана недействительной. Единственное, о чем просит звезда 90-х бывшую, не позорить его фамилию. Но самое интересное, что до сих пор никто не меняет фамилию, никто не отказывается от фамилии Казаченко. Все продолжают ходить на телевизионные шоу с очередными обвинениями в мой адрес. Они зарабатывают на этом, да? И если я такой старый козел, ненужный и гад, то я не погибаю. Зачем продолжать использовать мое имя? Мою фамилию. Алла Пугачева на всю страну заявляет. Она стареет и достаточно резко. Певица не может ходить, ей трудно дышать. Это я писала. А что вас натолкнуло просто интересно? Правда. А что такое? Я написала правду. От такого признания Примадонны у всего шоу-бизнеса стынет в жилых кровь. Ведь 68-летняя певица после долгого молчания вновь вышла на сцену. Она резко похудела, сменила имидж, радует новыми хитами, а тот открыто говорит о стремительной старости. О будущем часто думаете? Нет. О чем ты мечтаете? Господи. Там такие молодые. Я уже давным-давно на эту тему сказала, что для меня будущее – это конец сегодняшнего дня. Близкое окружение Пугачевой давно заметило. Певица стала более сентиментальной. Заметив в толпе девочку, Примадонна с легкой грустью подмечает – ребенок, вылитая она в детстве. Пугачева дает своему двойнику напутственное слово, но и в нем звучит горечь. Точно, прям, смотри-ка. Знаешь, ты расти, только не пой, а? Это так тяжело. Вся страна молится за здоровье Федора Добронравова. Газеты пишут, звезда сериала «Сваты» попал в больницу с подозрением на инсульт. Врачи провели срочную операцию и до сих пор борются за жизнь актера. Коллеги народного артиста не могут поверить в случившееся. Ведь Федору Добронравову всего 56 лет, и он никогда не жаловался на здоровье. Федя, мы виделись на спектакле, может, месяц назад. В каком он тогда был состоянии? В хорошем, рабочем, боевом. Это интервью Добронравов давал в начале марта. Вид у народного артиста слегка уставший, но это и понятно. Он проделал большую работу. Выпустил на экраны страны фильм, в котором впервые попробовал себя в роли продюсера. А тему выбрал не популярную, а деревенской жизни. Рассказывал актер и о своем допинге, который помогает ему работать 24 часа в сутки. Красная города, где школы, если тебе на встречу все улыбаются. Это невероятный заряд. Невероятный заряд. Коллеги Добронравова подтверждают, народный артист всегда работает на износ и давно забыл, что такое отпуск. Вы знаете, если прибор, электроприбор, который рассчитан на напряжение 220 вольт, вставить в электросеть, которая рассчитана на 360, наверное, он какое-то время будет работать, но потом выйдет из строя. Вот яркий пример этой ситуации. Федор – блистательный артист, великолепный профессионал. И, конечно, работал он не на 220, как положено, а на 1220, понимаете. Это просто яркий пример переутомления, усталости, скорее всего. А ведь звезда сватов не раз корил себя за то, что не стоит жертвовать здоровьем ради работы. Конечно, усталость накапливается, но лучше работы, чем ее нет. Я пытаюсь поддерживать все-таки какой-то спортивный образ жизни. Сейчас у палаты Добронравова дежурит вся его семья. Супруга Ирина, с которой народный артист неразлучен, почти 35 лет. Сыновья – Иван и Федор, они, как и отец, актеры. Сын по телефону успокаивает поклонников. Алло, Иван, здравствуйте. Очень переживаем. Как сейчас его состояние? Я сам не общался, но напрямую тесно с врачами. И все, слава богу, это все, что могу сделать. То есть состояние нормализовалось, да? Да, спасибо большое за переживание. На коллеге Федора Добронравова ждут возвращения народного артиста на сцену и желают ему скорейшего выздоровления. Федор, мы тебе желаем всего самого хорошего. Держись, мы с тобой, и я надеюсь, что скоро встретимся. Хочу пожелать терпения и сил всей семье Федора. И, конечно же, скорейшего выздоровления ему. Его ждут дома в театре, его ждут на экранах. Он нам нужен, мы его любим. Поправляйтесь, Федор. Певцу Витасу грозит срок до четырех лет тюрьмы. Сейчас говорят, что все, там пулеметы стоят, Максим и Катюши. Там уже полный боекомплект был задействован. Продюсер Витаса Сергей Будовкин рассказывает. Его подопечный устроил салют на территории своего особняка в элитном поселке Подмосковья. Витас отмечал значимое для себя событие. В Китае в его честь установили восковую фигуру. Но соседи певца его радости не разделили и вызвали наряд полиции. И салюты устраивать в ночное время, конечно, это не очень, на мой взгляд, правильная история. Но так, мне кажется, это такое соседское недопонимание, которое, я надеюсь, очень быстро решится. Садина гулял-то в честь этого? Нет, были какие-то гости. В одиночке салютов как-то это совсем было бы странно. Продюсер Витаса не уверен, был ли певец в алкогольном опьянении. Но то, что вел он себя прилично, не сомневается. Так как это празднование было, то есть, скорее всего, немножко Виталик выпивал, да, наверное? Не знаю, не присутствовал, не выпивал, не выпиваю. Этот момент мне неизвестен, но не думаю, что были какие-то злоупотребления или какие-то моменты некорректные в этой ситуации. Сосед Витаса, бывший военный, он по звуку может отличить залп салюта от выстрела из боевого оружия. И голову готов дать на отсечение. Это был не фейерверк. Были выстрелы из стрелкового боевого оружия. Боевого оружия. Ну, по крайней мере, насколько я разбираюсь, небольшая очередь в районе 12-16 патронов. Вот и в пресс-службе МВД по Московской области официально заявляют. 39-летний Витас, а по паспорту Виталий Грачев, был задержан за стрельбу в неположенном месте и сопровожден в полицейский участок, где ему предъявили обвинение сразу по нескольким статьям. Сотрудниками полиции был установлен 39-летний мужчина, который в присутствии своего малолетнего сына стрелял из сигнального пистолета. В результате происшествия никто не пострадал. На него составлены административные протоколы по статье 5.35 неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Статья 18.8. Нарушение иностранным гражданинам или лицом безгражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания. Статья 20.1. Мелкое хулиганство. Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. В общей сложности Витасу грозит административный штраф до 60 тысяч рублей и лекция в органах отеки. Ведь при стрельбе присутствовал его трехлетний сын Максим. Могут певца и выдворить из страны. У него украинское гражданство и, скорее всего, нарушен паспортный режим. А самое страшное. Если у артиста нет разрешения на огнестрельное оружие, его могут посадить в места не столь отдаленные на 4 года. Соседи Витаса настаивают. Даже если певец держал дома стартовый пистолет, который предназначен для шумового эффекта, его все равно нужно наказать по всей строгости закона. У меня ребенок спит, а кто-то вышел и так бабахнет. Ты хотя бы позвони, ты хотя бы скажи, что братуша, извини, можно, но там гагахнет. А ведь Витас не в первый раз становится героем криминальных хроник. Пять лет назад певец на своем внедорожнике сбил велосипедистку. По показаниям свидетелей, он был пьян в стельку. Рядом с певцом были дочь Алла и жена Светлана, которая набрасывалась на полицейских и свидетелей ДТБ. Три года назад Витаса обвинили в мелком хулиганстве. Якобы он разбил окно в квартире знакомой. А певец во всех интервью уверяет, он добропорядочный гражданин и примерный семьянин. Детям посвящаю время, супруге посвящаю время, маленькому сыночку с романом. Я всегда говорил, что когда ты возвращаешься домой, где тебя любят и ждут, то всегда можно посвящать и делать это от души. После всех несчастных случаев, которые с ним происходят, Витас нанял четырех телохранителей и никуда не выходит без них. Почему именно четыре? Цифра хорошая. Два справа, два слева. Были случаи, когда охрана реально помогла? Ну, конечно, бывали. Вам проще в интернет зайти и почитать. Там очень много интересных историй. Какая запомнилась вам? Мне никакая. Я не люблю, я не сторонник возвращаться в прошлое. Вот и продюсер Витаса уверен певец и на этот раз отделается легким испугом. Сами не связывались, да, еще с УВД? С УВД, а зачем? Это УВД с нами связывается, как показывает практика. С Витасом говорил, но абсолютно нормальная ситуация. Я надеюсь, что повторю, что этот момент будет быстро и комфортно решен. Ирина Олегрова показала зятя. Я сегодня, знаете, в таком хорошем, немножко шоке нахожусь, в хорошем. Этот кореглазый брюнет в деловом костюме Артем Артемьев. Он чемпион мира по самбо, чемпион России по дзюдо. И уже пять лет как муж единственной дочери Олегровой 46-летней Лалы. Но при виде знаменитой тещи прославленный спортсмен до сих пор смущается, как ребенок. Она великая во всем. В принципе, не добавить, не убавить нечего. Великая во всем. В любых отношениях. Зять Олегрова и спортсмен со стажем. Но в свое время ему пришлось вступить в нешуточную схватку с самим собой. Перед сматринами у шальной императрицы он волновался так, что поджилки тряслись. Ведь все наслышаны. Характер у народной артистки не сахар. А как вас примели в семью? Побаивались ли? Ну, безусловно, определенная дрожь есть, но у меня стойкий характер. Я борец по духу, по жизни. Поэтому, как сильные люди, нашли с ней общий язык очень быстро. Олегрова подтверждает, ее зять – мировой парень. А глаз у певицы наметанный. Шальная императрица была замужем четыре раза. И знает хорошего спутника жизни днем с огнем не сыскать. Он не лентяй, он не лоботряс. Он трудяга и настоящий мужик. Все гадают, как же обращается в любимой тещи спортсмен. Ирина Александровна просто и Руся, а может быть, и вовсе мама. Зять Олегровой тайны не выдает. Его еще на берегу предупредили. Народная артистка не выставляет на показ личную жизнь, а ее слово в семье – закон. Не по имени, отчеству, но это вот в нашей семье выносить за рамки не хотят. Что-то такое личное? Да, да, да. Теплое, семейное. Вот и анекдоты про тещу и зятя Олегрова терпеть не может, в чем на собственном опыте давно убедился спортсмен. То есть анекдоты про тещу – это не про вашу семью? Абсолютно. В данном случае это не работает. Ирина Олегрова благодарна зятю из-за своего единственного внука, 22-летнего Александра. Гадеты пишут, дочь Олегровой рассталась со своим первым мужем, тоже спортсменом, сразу после рождения ребенка. Мальчик долгое время рос без отца. А сейчас внук певицы под присмотром отчима возмужал, и знаменитую бабушку перерос почти на голову. Я сам воспитанник из школы, самбо-70, я там проучился до 9 класса, тоже тренировался, и самбо и дзюдо параллельно занимался. Мне кажется, настоящий мужчина должен любить все совмещать. И на личном фронте, чтобы все было в порядке, и с образованием, и спорт. Мне кажется, это просто общий комплекс для нормального человека. То есть на личном фронте тоже успеваешь? Слава Богу, не жалуемся. Ирина Александровна, мы только что пообщались с Александром, он действительно настоящий мужик. Мой? Да. Вы согласны? Согласна. Мне не очень удобно, наверное, это говорить, но согласна. Вот с Аней такой получился у нас. Скорее всего, дочь Олегровой и познакомилась со вторым мужем на спортивных соревнованиях, куда пришла поддержать сына. Александр всего на 9 лет младше отчима, но называет его исключительно по имени-отчеству. Дмитрий Сергеевичу я благодарен за то, что он является для меня живым примером и демонстрирует, как надо быть дисциплинированным и, в принципе, правильным человеком. С профессиональным спортом внук Олегровый завязал. Через год он станет дипломированным специалистом по международным отношениям, чему очень рада народная артистка. Внук Олегровой на шею родителей не сидит. Работает в спортивной школе отчима. Вот и сейчас он помогает Артему Артемьеву проводить международный фестиваль борьбы «Русская весна». Не могу сказать, кем конкретно я работаю, но помогаю. Какое указание будет, то выполнят. У нас как бы общее дело. Мы за это болеем душой и телом. А Ирина Олегрова не скрывает радости. Теперь им с дочерью есть на кого положиться. И кто знает, может в скором будущем Лала и зять-спортсмен подарят шальной императрице еще одного наследника. Вы Артемом Сергеевичем гордитесь? Да. Он настоящий мужчина. Горжусь, честно горжусь. Потому что он правильный. Он правильный во всех отношениях. Сегодня он такой, и я желаю, чтобы он таким остался на всю свою жизнь. Алла Пугачева заговорила о смерти. Свои последние дни она намерена провести с мыслями о детях. 68-летняя Примадонна заявляет, она стареет и достаточно резко. Организм дает сбой. Ей трудно дышать, трудно ходить. Такое страшное признание певица сделала лично на социальной странице. Мы задали все вопросы о здоровье Алле Пугачевой напрямую. Правда ли, что это признание написано лично ею? Мы все обсуждаем сейчас наш этот пост. Вы видели пост, что за вас кто-то написал, что я больная старая женщина, не злоба. Это я писала. Зачем Примадонна сказала, что стремительно стареет и ее организм дает сбой? Правда. А что такое? Я написала правду. Как Пугачева может говорить о своих последних днях и так открыто? Я старая больная женщина. Что делать? Нет, вы не старая больная. Вы прекрасны. Нет, я старая больная. Все. Примадонна шутит, но повод серьезный. Ее здоровье. За каждым шагом певицы следят миллионы. И ни одна деталь не остается незамеченной. Например, певица не снимает перчатки даже в помещении. Предположений много. Возможно, у Пугачевой начинающийся артроз кистей, шишки, или она скрывает пигментные пятна, признаки неизбежного старения. Мы обратились к специалистам. Это может быть какая-то деформация суставов межфаланговых пальцев. Мы знаем, что с возрастом суставы подвергаются артрозу, подвергаются, соответственно, деформации. Избавиться от которой практически невозможно. И вот, используя различные такие вот приспособления, различные такие перчатки, там, полуперчатки, женщины пытаются эти вещи как-то скрыть. Мы можем сказать, что по сравнению со сверстниками, руки Аллы Борисовны выглядят гораздо моложе и гораздо более привлекательны, чем у женщин ее возраста. А Пугачева просит не искать проблем там, где у нее их нет. Беспалые перчатки всего лишь дань стилю, в который она влюбилась лет 30 назад во время отношений с Владимиром Кузьминым. Ребята, мой любимый стиль в одежде это гранж. Но я никак не могу, чтобы приучить людей к этому стилю, поэтому хожу в классе. Пугачева объясняет, стиль гранж подразумевает отсутствие гламуры и роскоши. Но кто поймет 68-летнюю Примадонну, если она придет в рваных джинсах и рубашке линялого вида? Зато рокерские перчатки можно надеть под что угодно. Есть элегантный гранж, есть расфигачный гранж. Да, я вижу. Розовые, черненькие. А, у меня курточка была розовая, поэтому... А вот дочери Пугачевой Лизе ближе образ принцессы. На днях она впервые вышла на подиум в свадебном платье. Примадонна на показе быть не смогла и увидела дочь с помощью нашей программы. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну, смотрите, Лиза какая. Да, вот, мы хотели бы показать. Жалкая. Если бы я знала, что такой концерт длинный, я бы сходила. Какие эмоции испытываете? Уже невеста. Уже, главное. Еще не невеста. Может, стоит такой наряд на будущую свадьбу? Мне? Ну, вам бы тоже пошло. А на подиум вообще? А на первый раз? У меня никогда не было такого. Да, ну, что она так, прям, как дома себя почувствовала. Алла Пугачева призналась. В последние дни своей жизни она будет думать о детях. А сама все чаще вспоминает собственное детство. Оказывается, Примадонну мучает бессонница. И чтобы побыстрее заснуть, она не считает овец, а идет на поле. Вообще, почему вы ее часто испытываете инстаги? Вообще никогда. Не испытываю. А мы же живем порой этими счастливыми. Ну и живите. Я не знаю, что такое ностальгия. Понятия не имею. Я вообще не живу в прошлом. Это раз. А во-вторых, если мне уж есть что-то вспомнить, то для того, чтобы заснуть, поле вспоминаю из детства. Васильки, ромашки, маки. Вот я по нему похожу немножко и засыпаю. Алла Пугачева смирилась со своим возрастом. Те, кто пишет ей злые и желчные комментарии, зря думают, что Примадонна не понимает, сколько ей лет. Мне сказали, что там пишут, бабушка, старушка, и такая, и сякая, и ноги подагрические, или ходят. Я подтвердила. А что тут такое? Зачем им делать открытие, когда я подтвердила, что действительно так? Ну и что? Певица открыто говорит, если в юности она жила мечтами о сцене, то теперь мыслит совсем другими категориями. О будущем часто думаете? Нет. О чем ты мечтаете? Господи. Они такие молодые. Я уже давным-давно на эту тему сказала, что для меня будущее это конец сегодняшнего дня. Вот и семья для Аллы Пугачевой намного важнее, чем миллионы людей, которые пытаются посчитать все ее диагнозы, рассмотреть морщинки и написать, какая она, старая или немощная. Мой дом, моя крепость. Знаете, для чего надо жить? Надо жить, 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 найти своих и успокоиться. Мой дом только для своих людей. Очень узкий круг. А можно нас от Светланы пригласить? Мы уже почти что узкий круг ваш не хотим. Вы такие нахальные, что вы проползете через щек. Примадонна уверяет, она ни с кем не прощается и не уходит на покой. Своим обращением она лишь хотела напомнить людям о том, ради чего стоит жить. А уж сама-то Пугачева не упустит ни одного мгновения. Мы видим вас совершенно другое. Мы видим вас сильной женщиной. Вы знаете, я буду долго-долго жить, чтобы на вас посмотреть, какие вы будете 70 лет. Спасибо. Это безумно интересно. А прямо сейчас мы узнаем, как Дмитрий Нагиев лишился своих кудрей. Какое обидное прозвище было у Николая Баскова. Почему Веру Брежневу обзывали очкастым верблюдом. Закрытые родины Евгения Миронова и первая любовь Евгения Плющенко. Звезды сошлись из-за своей малой родины. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова